Главная цель не оштрафовать, а предупредить о возможном конфликте с законом. Именно поэтому специалисты Ульяновского управления антимонопольной службы стараются выйти на контакт с принимающими неверное решение. И неважно, коммерческая эта структура или государственный орган. Мы своими действиями, действиями специалистов УФАС, привили многим должностным лицам, да, и как коммерческих структур, так и органов власти, веру в силу действующего законодательства. Он такой может быть психологический фактор, но он важный. А для многих еще и веру в неотвратимость этого наказания. И административным путем, и, знаете вы, уголовным путем. Для тех, на кого разумные доводы не действуют, есть суд. Так, в Ульяновский ряд предпринимателей пожаловался на незаконное увеличение ежегодной арендной платы за землю под нестационарными объектами. В УФАС проверили все документы и предложили увеличение оставить, но сделать его экономически обоснованным, то есть снизить практически в два раза. Принимающие решения чиновники не согласились. В итоге все суды остались на стороне антимонопольщиков. История закончилась для чиновников штрафом, потраченным временем и нервами. Хорошо работают УФАСы в связке с другими контролирующими инстанциями и силовыми ведомствами. Так, по информации, переданной в антимонопольную службу региональным управлением ФСБ, решился вопрос со сговором заказчика и подрядчика при выполнении дорожных работ. Мы оперативно в течение недели вышли в суд с иском, и суд удовлетворил наши требования, признал сделку недействительной. Но, конечно же, когда заказчик увидел, что мы вышли в суд с иском, они прекратили контракт исполнять, потому что было понятно, что они неправы. И, соответственно, уже к моменту вынесения решения они постарались уже новые торги объявить. Всего за первые полугодия в региональный УФАС поступило более 160 жалоб, выявлено 17 нарушений, взыскано свыше полутора миллионов рублей штрафом. Евгений Луковкин, Юрий Тимонин, репортер 73.